Всем здравствуйте! Около трех месяцев тому назад я начал цикл видео под общим названием «Как вырастить абрикос из косточки». В своем первом видео я вам рассказывал и показывал, как я провожу заготовку этих самых абрикосовых косточек, которые потом можно использовать для выращивания уже абрикосов деревьев. И в том самом видео я говорил, что наступит осень и вместе с вами будем высаживать открытый грунт косточки. Собственно осень наступила, пора сажать. Ну а вот это, собственно говоря, те самые косточки абрикоса, которые я летом заготавливал. Они сухие, полностью готовы для посадки в открытый грунт. Поэтому пошли на улицу, буду вам показывать различные варианты, как и где и каким способом можно посадить косточки абрикоса. Очень важный момент. Лучше всего сажать косточку на том месте, где вы хотите, чтобы у вас росло дерево. То есть вы косточку посадили, и она там все время растет. И там все время растет это дерево, чтобы его потом не пересаживать. Потому что при пересадке обрезаются корни, дерево болеет, адаптируется к новому месту, что не очень хорошо. Это как бы не смертельно, но лучше дерево не пересаживать. Лучше. Вот смотрите, во дворе у нас растет абрикос. Очень вкусные плоды. Все им лакомятся, и взрослые, и дети. Но посажен абрикос не в очень удачном месте. Вот видите, клумба. А он посажен с краю. Он начал расти и начал подрывать бордюру. И вот видите, асфальт трескается. Это тоже от этого. А еще, когда ты начинаешь снимать, стучат молотком соседи. Так вот, абрикос посажен не в хорошем месте. Это я к тому, что нужно следить, где вы сажаете. Всегда думать, что будет через 10-15 лет. Не будет ли он мешать, когда вырастет. Это раз. Во-вторых, всегда следите за деревом. Формируйте дерево. Потому что вот здесь не был абрикос сформирован. Он рос как куст. Начали отламываться ветки. И вот этот абрикос я хочу срезать. Потому что он несет уже как бы опасность. Вот ветки я срезал. Самые опасные. А вот это оставил, пока будут... Буду искать ему замену. А замены буду делать вот здесь. Видите? Хочу посадить абрикос и привить по центру клумбы. Не с краю, чтобы потом не выламывать бордюры и не трескался асфальт. А именно по центру. Абрикос там мешать никому не будет. Вот здесь у нас трава. Но вот здесь летом у нас живет собака наша, дворовая. И она любит себя охлаждать. Она разрывает землю и в ямке себе на прохладной земле спит. И вот если у вас растет трава, то сажать косточку нужно не в траву, а в землю. Чтобы потом весной не глушила ее трава. Я сейчас попробую вскопать это дело. И вот здесь буду сажать свои первые косточки. Итак, посадка косточек. Косточки не нужно очень глубоко в землю. Максимум на глубину размера косточки. То есть буквально на сантиметр на два. Больше не нужно. На этом месте я посадил один, два, три, четыре, пять, шесть косточек. Не глубоко. Два сантиметра это максимум. Теперь осталось заровнять землей и оградить. Ограждать вот таким вот способом место посадки нужно обязательно. Потому что, во-первых, здесь ходить никто не будет. Та же самая собака не будет рыть землю. Во-вторых, весной вы будете знать, где у вас должны прорасти эти самые косточки. И еще один момент, почему я посадил шесть косточек. Потому что какая-то может не взойти, какая-то зайдет, но будет плохой росток. А из шести тогда есть вариант выбрать самый лучший, самый сильный побег. Берем другой вариант. Вам нужно посадить косточки, например, в саду, где у вас растет вот такая вот трава. Или, как у меня, мне нужно посадить вот такой вот дикой местности, где довольно высокая трава. Что нужно делать? Алгоритм действий аналогичный. Нужно убирать траву. Определенный участок очистить от травы. Продолжение следует... После удаления травы вместе с землей образовалась вот такая вот ямка углубления. Углубление, особенно для абрикоса, не нужно. Поэтому вот эту вот ямку, вот это углубление, просто нужно засыпать обычной плодородной землей. Итак, углубление я заполнил плодородной землей. Она сейчас вровень. Можно даже чуть-чуть небольшой холмик. Для абрикоса это лучше даже. И теперь алгоритм тот же самых действий. И посадить неглубоко в косточки. И оградить это все дело палочками. Теперь, почему в первом случае я удалял сорняки, а во втором целый слой вместе с корнями травы. Потому что, если посадить в косточку вот такие вот условия, весной вы даже ее не найдете. Это раз. Во-вторых, трава, ее корни, сорняки и так дальше, они будут угнетать молодые побеги абрикоса. Для молодого побега главное дать хорошие условия. Вот, например, такой вот индивидуальный рост без конкурентов. Первый год-два. Дальше можно он расти вот в такой траве, он уже не боится. Поэтому удалять обязательно траву нужно, чтобы не было конкуренции, чтобы побеги не угнетались. Чтобы была вот такая вот чистая земля. И третий вариант. Допустим, вам нужно вырастить там 10-20-100 тысяч саженцев абрикоса. Чтобы их потом пересадить на другое место или привить. Лучше это делать на специально отведенном участке, на каком-то питомнике или на вашем огороде. Не имеет значения. Главное, чтобы была чистая земля. Допустим, вот здесь растет два ряда щавеля и два ряда петрушки. Будем считать, что здесь абсолютно чистая земля. Нет сорняков, нет травы. Для начала в земле нужно сделать такой рядок или длинное углубление. И вот в такое вот углубление, кстати, длина его может быть хоть там, хоть 100 метров, не имеет значения, как вам удобно. Вы должны положить свои косточки. На расстоянии примерно 10 сантиметров друг от друга. И все это закрыт землей. Также не будет лишним вдоль всего рядка поставить колышки, чтобы вы видели, где у вас растут абрикосы. Но лучше всего косточки сажать именно осенью в открытый грунт, чтобы за зиму они прошли так называемую стратификацию. То есть воздействие низкими температурами. Можно, конечно, сажать весной, но лучше это делать осенью. Еще меня неоднократно спрашивали, что меня, конечно, всегда вызывало удивление. Нужно ли дополнительно как-то надкалывать, раскалывать косточки абрикоса перед посадкой. Конечно же, делать это не нужно, потому что под воздействием влаги косточка сама по себе разломается на две части и проклюнется побег. Тоже относится и к замачиванию. Сейчас вот осень, конец октября. Еще впереди 5 месяцев низких температур, влаги, снега, дождя. Замачивать косточки не нужно. Они наберутся и так влаги необходимое количество. И весной уже проклюнутся с земли. Вот такой вот нехитрый способ. Такие вот варианты на сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok